МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чем грозит очередное обострение отношений? Порь не отступает. В Украине растет число заболевших, что провоцирует распространение инфекции. Жертва Брекзит. А почему Тереза Мэй может лишиться премьерского кресла уже в этом году? Боевики на Донбассе продолжают использовать запрещенные калибры. Из тяжелых минометов били сегодня на Приморском направлении. За день было уже 8 обстрелов. Активизировался противник и в районе Горловки. На позициях украинских военных побывал наш военкор Игорь Левенок. Еще на подъезде к поселку Зайцево противник начал бить из противотанкового комплекса. Армейцы зафиксировали несколько разрывов. Повезло, заряды были не осколочные. Вот такое здесь перемирие, говорят солдаты. Ну, как видите, да. То есть вы сами на себе это прочувствовали, поэтому как бы тут уже не со слова, а на практике вы сами можете увидеть, как это перемирие происходит и придерживается. Что не день, то новые обстрелы. Из стрелкового оружия и минометов. Окупанты бьют из запрещенных калибров, словно по расписанию. Бойцы говорят, иногда можно часы сверять. Бывает, каждый день бывает, через день, то есть с определенной регулярностью. Чаще всего к ночи, вот было такое, что утром, несколько дней подряд вылазили и стреляли в одно и то же время, 5.20-5.30 приблизительно. Константину 21, родом из Чернигово. В армии уже три года. На фронт ушел сразу после школы. В окопе парня мы застали с ручкой и тетрадью. Говорит, война это не повод забросить учебу. Он заочно учится в педуниверситете на факультете начального образования. Домашнее задание получает по телефону. Сидел, как бы писал конспект на свою зимнюю сессию, то есть мне его сдать надо. Сидел, писал и как раз начала стрелкотня работать, вот прямо по мешкам прилетело. Отложиваешь конспект, берешь автомат, да? Ну как, что бы. Подумал, до чего отвлекаться. Дальше сижу, пишу конспект. В окопах на этой позиции много совсем молодых парней. Дмитрию 20, родом из Антрацита Луганской области. Там и закончил школу в 2015-м. Сейчас этот город под оккупантами. Но Дмитрий пошел воевать за Украину. Говорит, среди местной молодежи много таких, как он. Они ждут, надеются, сейчас переписываюсь там с ребятами. Они ждут, когда мы уже придем. Надеются, ждут, верят в нас. И ребята уверены, победу Украины приближать будут именно они. Подписали контракт до конца особого периода и призывают сверстников последовать этому примеру. Из Донецкой области. Игорь Левинок, Дмитрий Раскольников, Игорь Щепят. Подробности телеканал Интер. Во Львове участники анархистской организации заявили о нападении. Вчера вечером группа молодых людей отдыхала на стадионе одной из школ. К ним подошли около 20 мужчин в масках, с ножами и молотками в руках и избили анархистов. В результате трое получили резанные раны, один ранение грудной клетки. Пострадавшие считают, что причина нападения – их политические убеждения. В полиции открыли уголовное дело, правда, сами анархисты показаний полиции пока не дают. Анархисты в Львове уже после Рома нападают снова, снова режут, снова с тяжкими предметами, ножами. Как всегда, двадцаткой? Двадцать на хлопцев, на девчат. Порезали девчат, побили их молотками. Сегодня в Одессу вылетела усиленная группа правоохранителей из Киева. Такое решение было принято во время совещания, которое провели генпрокурор Юрий Луценко и министр внутренних дел Арсен Аваков. Обсуждали ситуацию с участившимися нападениями на общественных активистов. Во время телефонного разговора с президентом руководители силовых ведомств сообщили, что в ближайшее время соберут спецсовещание. И сегодня же Петр Порошенко пообщался с главврачом горбольницы номер один, где находится Олег Михайлик, и поблагодарил врачей за оказанную активисту помощь. На него напали, напомню, в субботу. Неизвестные поджидали возле подъезда дома, когда он появился, выстрелили и скрылись. Пострадавшего доставили в реанимацию. Врачам удалось стабилизировать его состояние. Сегодня начальник одесской полиции сообщил, что следствие рассматривает пять версий нападения. Первая версия связана с его общественной деятельностью. Вторая версия связана с проблематикой по Золотому берегу. Третья версия связана с проблематикой по успеху. Четвертая версия – личностные отношения. Пятая версия – неустановленные милицами из хулиганских побуждений. Оружие неизвестно, на месте происшествия гильзы не обнаружены. Есть предположение, что это пистолет системы Наган. Государство в лице правоохранительных органов должно в таких ситуациях обязательно устанавливать виновных и привлекать их к ответственности. Важен факт ее неотвратимости. Поскольку говорят в теории, что одна из функций наказания – это то, что оно неотвратимо и обязательно последует. И это, возможно, остановит другого правонарушителя от подобных действий. Конституционный суд Украины начал работать в полном составе впервые со времен революции достоинства. А потом заявил Петр Порошенко на церемонии принятия присяги двумя судьями – Ирина Завгородняя и Олегом Первомайским. Их кандидатуру согласовали на прошлой неделе на заседании Верховной Рады. Президент отметил, что судьба изменений в основной закон относительно курса Украины в ЕС и НАТО сейчас в руках судей КС. Думаю, что сейчас, когда доля законопроекта в ваших руках, мы также сможем сделать все возможное, чтобы в ближайшее время мы могли рассмотреть в первом очевидении Верховной Рады эти конституционные изменения. И на наступной сессии принять его целом. Эффективное самоуправление на местах – залог развития страны. Об этом сегодня заявил премьер Владимир Гройсман. Глава правительства принял участие в форуме «День диалога с властью» в Тернополе. По словам премьера, после старта реформы децентрализации в Украине доход местных бюджетов вырос в три раза. Сейчас главная задача для правительства – передача полномочий и финансовых ресурсов главам ОТГ. Мы еще очень далеко вместе с вами до той инфективности, которую ожидают от нас люди на местном уровне. Но нам нужно завершить реформу. С точки зрения формирования сильных громад. Мы должны быть больше включены в экономическое увеличение. А все другие вопросы будут всегда возникать. Так вот, через механизмы діалога мы всегда можем найти правильные государственные решения, в основе которых есть сильное и эффективное и відповідальне местное самоврядувание. В Нью-Йорк прибывают мировые лидеры на так называемые высокие дебаты в рамках Генеральной Ассамблеи ООН. Чего ждать в этом году и какая программа у Петра Порошенко знает Дмитрий Анопченко. В эти выходные к зданию ООН в последний раз могли подойти туристы. Начиная с понедельника, штаб-квартиру организации берут в плотное кольцо охраны, перекрыв все подходы за несколько кварталов. Ведь тут традиционно будут первые лица большинства стран мира. А значит и миробезопасности чрезвычайные. Дональд Трамп вместе с госсекретарем Помпео прибыл накануне и останется на несколько дней. Впервые в истории Трамп решил лично председательствовать на Совете Безопасности ООН. Так совпало, что Соединенные Штаты возглавляют сейчас Совбез. Ну и разумеется, в Вашингтоне решили использовать эту возможность по максимуму. Проведут отдельное заседание по ядерным угрозам для того, чтобы обсудить КНДР и Иран. Но и в ходе этого заседания, по последней информации из кулуаров, ООН могут поговорить даже о России и о Солсбери. Хотя тема в принципе не та. На этом заседании в кресле председательствующего и будет лично Дональд Трамп, что согласитесь, очень необычно. Выступление американского президента откроет дебаты. Практически первым он будет выступать во вторник утром. Ровно год назад, во время такого же выступления на Генассамблее, Трамп шокировал мир и резким тоном, и заявлением о возможности удара по Северной Корее. Сейчас, как намекают в Белом доме, он определит внешнеполитические приоритеты Америки на следующий год. И снова будет жестким. Этого ждут избиратели. Выборы уже в ноябре. Все президенты России, Китая и канцлер Германии в этом году не приедут, прислав вместо себя министров иностранных дел. Ну а все остальные будут, будут лично. И эти дни в Нью-Йорке отличная возможность еще и для встреч с глазу на глаз. Таких двусторонних переговоров будет много и в программе пребывания украинского президента. В эти минуты его самолет уже в воздухе. Петр Порошенко должен приземлиться в Нью-Йорке сегодня вечером по местному времени для того, чтобы успеть на прием, который организовывает для коллег президентов Дональд Трамп. Среди завтрашних важных мероприятий президента отмечу его переговоры с главой Европейского совета Дональдом Туском и участие в заседании по миротворческим операциям. Именно там Украина сможет еще раз поставить вопрос о направлении миссии на Донбасс. Это важная часть визита. Возможность обнародовать уже не просьбу Украины направить голубые каски, а конкретный поэтапный план, как это может быть сделано. Далее в среду во второй половине дня событие, ради которого главы государств и летят сюда. Программное выступление с главной трибуны мира. В целом на поляге на ассамблее президент проведет свыше 10 двусторонних встреч. И в этом году его визит впервые не ограничится пребыванием лишь в Нью-Йорке. Но подробнее об этом смогу рассказать уже завтра, когда и стартуют главные дебаты мира. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. Венгрия может выслать украинского консула, если Киев решится на высылку венгерского из Берегова. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярта перед вылетом в Нью-Йорк. Там Сиярта должен встретиться с главой украинского МИДа Павлом Климкиным. Больше деталей знает Елена Абрамович. Этого можно избежать, но если Украина все-таки вышлет венгерского консула из Берегова, то Будапешт ответит симметрично, заявил Петер Сиярта. Угрозы из Киева о высылке прозвучали после событий в Закарпатье. В среду в городе Берегова на территории консульства Венгрии украинцам раздали венгерские паспорта и призвали скрывать второе гражданство от властей. Сиярта действия консульства оправдал. Дескать, ничего особенного не произошло. А вот факт видеосъемки назвал нарушением международной дипломатии. Якобы украинские спецслужбы слишком далеко зашли. Провели спецоперацию в консульстве Венгрии, которая является членом НАТО. Двойное гражданство распространено в Европе. И если Украина действительно хочет двигаться в сторону ЕС, не может ставить под сомнение такую институцию. И приближаться к ЕС и НАТО Украине будет все труднее, заверит Сиярта. Потому что Венгрия, по его словам, и в дальнейшем будет блокировать Киев на Западе. Напомню, отношения между государствами обострились в прошлом году после принятия Верховной Рады закона об образовании, которые требуют от нас меньшинств переходить на обучение на украинском языке. С тех пор Будапешт постоянно блокирует заседания Украина-НАТО и не поддается на уговоры и аргументы от других стран-членов Альянса. Елена Абрамович, Вадим Сверидонов, подробности. Европейское бюро телеканала Интер. Тарифы на проезд в общественном транспорте Полтавы должны быть снижены. Такое решение принял сегодня суд в Харькове. В конце прошлого года местные власти повысили цены на билеты до 3 гривен в троллейбусах и до 5 в автобусах в феврале. Иска незаконности этого решения подал Сергей Капин и выиграл дело. Власти Полтавы обратились с апелляцией. Сегодня она была отклонена. Таким образом, стоимость проезда должна стать 4 гривни в автобусах и 2 в троллейбусах. Мы остаточно выиграли суд и Полтава уже завтра должна быть с новыми тарифами. Если перевозники будут продолжать игнорировать решение суда, они получат штраф 30% от всех квитков, которые будут каждый день проданы. Мы, как и обещали, будем стоять жестко на курсе полной прозорости в тарифе утверждения. В транспорте, в коммуналах, в энергетике. Титаново-магниевая отрасль Украины на грани остановки. Причина – завышенные тарифы на электроэнергию для промышленности. Заводы работают в убыток. Есть ли выходы? Из этой ситуации разбирались наши корреспонденты. Запорожский титаново-магниевый комбинат – единственный в Украине и Европе производитель губчатого титана. Одно из крупнейших отечественных предприятий цветной металлургии, более 90% продукции которого идет на экспорт. Помимо нашей страны, титановую губку выпускают еще только в пяти государствах – Казахстане, России, США, Японии и Китае. В сложном производстве ключевую роль играет электроэнергия. Сейчас ее доля вселестоимости товара превышает 40%, подчеркивает руководство предприятия. Только за последние пять лет тариф электроэнергии для промышленников увеличился на 100%. У конкурентов ситуация другая. Колебания цены на электроэнергию по годам по этим государствам не превышают 2-3%. Для сравнения между предприятиями аналогичными и Японией, и Казахстаном, отличие в процентном соотношении стоимости электроэнергии со всеми налогами и сборами достигает. По Казахстану у них цена ниже на 61%. И в Соединенных Штатах цена ниже, чем у нас, на 27%. По этим причинам продукция украинского производителя становится неконкурентной на международном рынке. В страну не приходят валютные поступления. Предприятие находится на грани выживания. Те средства, которые идут на оплату энергоносителей, они, в общем-то, вымываются из оборота, и мы не можем позволить себе поднимать своевременно заработную плату для наших сотрудников. Что говорит, в общем-то, о том, что на сегодняшний момент на предприятии является, в общем-то, у нас дефицит работников. На сегодняшний день на ЗТМК открытыми остаются порядка 200 вакансий. Самая большая проблема сегодня – это в двух позициях. Это электромонтёр и электрогазосварщик. Вот на этой неделе уволилось три электрогазосварщика, когда мы с ними беседовали, куда? Плоть, Польша, Судоверфь – 1200 долларов. К сожалению, вот такая ситуация. Ситуации обеспокоены парламентарии. На заседании НКР и ЕКП в Верховной Раде Нардепы призвали комиссию не ждать, а действовать. Сколько сказано и пересказано про этот завод. Он настолько энергоместский. И это не вина нынешних властников про то, что особенная вартость на 60% складается из электроэнергии. Заменить их на сегодняшний день нереально. То есть, мы, идучи по шляху подвышения вартости электроэнергии, по сути, опосредковано, что вхаем властников або на подняте цены, и товар стоит некорротиздатным на рынке, або до побачения людям, которые на нём работают. В свою очередь, эксперты утверждают, ситуацию может изменить снижение тарифа на электроэнергию хотя бы на 15%. Уменьшение цены на электроэнергию, уверены эксперты, помогло бы вывести всю металлургическую промышленность, в том числе и ЗТМК, на новый уровень. В свою очередь, это привлечёт миллионные валютные поступления в Украину и пополнит госбюджеты. Андрей Кровец, Вячеслав Никифоров, подробности, телеканал Интер. Профсоюзы Украины проведут в октябре всю украинскую акцию протеста. Они требуют повысить зарплаты и пенсии, остановить рост цен, цен тарифовые, прекратить рейдерство в стране. Пикеты запланированы в два этапа. 9 октября акцию пройдут на предприятиях и в областных центрах, а уже 17-го в столице состоится митинг. Протестующие планируют пройти маршем от Майдана на заложенности к кабинету министров и Верховной Ради Украины. Хроники абсурда в Одесской области. Фермер, который является еще и депутатом облсовета, не может уничтожить на своих полях дикорастущую коноплю. Местные власти попросту не говорят, что делать с сырником, а полиция уже обвинила агрария в выращивании наркотиков. Подробности скандала. Далее в материале. На своем сайте полиция рапортует. В Измаильском районе обнаружено 2 гектара наркосодержащей конопли на 20 миллионов гривен. Чуть позже подключаются СМИ и сообщают. Полем владеет депутат облсовета от оппозиционного блока Анатолий Чередниченко. Сам он в недоумении. Испокон веков так называемая дичка массово растет на окраинах дунайских плавней. Коноплю в перемешку с сорняками селяне всегда перепахивали тракторами. А тут нацгвардия, полиция, спецоперация. Их было около 15 человек. Они сидели в засаде в камышах. Когда приехал трактор, они выскочили его, захватили его, изолировали его, забрали телефон и начали быстро составлять документы. Однопартийцы уверены, таким образом местные правоохранители отомстили Чередниченко за июльский скандал. Тогда депутат встал на защиту предприятия, у которого рейдеры захватили землю, а затем его избили. Позже оппозиционер обвинил полицию и прокуратуру в покрывательстве преступников. Дискретируем наши политические силы. Фактически все вопросы, которые мы сейчас поднимаем в области, связанные с проблемой рейдерства, они, знаете, так отфутболиваются эти вопросы. Типа, да кто бы говорил, они сами, посмотрите, виноваты. Они выращивают там коноплю, чуть ли там не в промышленных масштабах. При этом оппозиционер показывает, на его полях остались еще десятки гектаров такой же дикорастущей коноплей. И вот теперь не знает, что с ней делать. Начнешь выкашивать, приедет полиция, не будешь тоже виноват. Чередниченко написал письма во все инстанции, но ответа нет. В полиции спустя полтора месяца даже экспертизу не провели. В райадминистрации уверяют, впервые столкнулись с такой проблемой. Законодательство четких инструкций не дает, поэтому перенаправили запросы в полицию. К сожалению, видите, проблема это есть, она и существует. Просапывать, либо просто ее корнями выдергивать, да, обработать почву и просто сжечь все. Скорее всего так. В полиции с нами общаться отказались. Депутатов пригласили на разговор, но четкого ответа не дали. По словам оппозиционеров, дело сфабриковано. Да, я теперь самый крупный наркобарон, но, как говорил мой друг, любая информация, кроме некролога, это пиар. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин, подробности, телеканал Интер, Одесская область. Закон на стороне застройщикам. Киевгородминистрация не нашла нарушений в проекте строительства жилого комплекса на Сокорках. О этом сегодня рассказали арендаторы земельного участка. Напомню, в минувшую субботу скандальную стройплощадку вновь штурмовали. Почему конфликт не утихает, выяснял Данил Снисар. Свою якобы мирную субботнюю акцию радикалы начали со штурма стройплощадки. Первым делом сорвали государственный флаг и принялись выяснять отношения с сотрудниками охранной службы. Активисты требовали прекратить строительство жилого комплекса, а на этом пустыре создать экопарк. Выслушивать аргументы застройщика пикетчики в субботу не стали. Немногочисленная толпа принялась валить забор, чтобы освободить проход к техническому водоему. Позже неизвестные подожгли стройтехнику, которая работала на площадке. Это не настолько уже аж сутливые затраты, которые позволили бы остановиться строительство. Будет строительство будет продолжать. Причин для запрета строительства не нашли и киевские чиновники. Территория была выделена под многоэтажки по генплану. Чтобы погасить конфликт, нашли компромисс – отдать под ландшафтный парк соседний участок. Не может отдельная группа из 5-10 людей ставить под сумнів решение киевской области официально. Киевская область говорит, что между длинками забудовы, очисными станциями аэрации, есть свободная земляная длинка, которая пребывает в коммунальной власти, там должен быть рассмотрен проект создания ландшафтного заказника. Рекреационную зону предусмотрели и возле новостроек. Больше половины участка озеленят, а озеро очистят. Обещают и инфраструктуру, включая детские сады. Там будут станции для заправки электроавтомобилей, мы це вже передбачаємо. Ми передбачаємо там застосування сонячних батарей для зовнішнього освітлення і так далі. І ми відкриті для цього, відкриті для мешканців, відкриті для обговорення. Якщо будуть конструктивні пропозиції, ми, звичайно, готові їх будем врахувати. Але все эти предложения не убедили радикалів, а псевдо-борці за екологію вже заявили. Готовяться продолжить противостояние. Сами застройщики і інвестори все ж ждут разрешення спора по закону, который в даній ситуацій на їх стороні. Данил Снісер, Владимир Самченко, подробності, телеканал «Интер». Украінці будуть їздити по нормальним і качественним дорогам, обещає прем'єр-миністр Владимир Гройсман. Об цьому він сказав у визіта в Тернопільську область. Там Гройсман інспектировав трассу «Тернопіль-Львов-Рава-Русська». Новая, построенная по современным стандартам дорога, стане частиною міждународного коридора «Гоу-Хайвей», который объединит порты Черного моря з западной границей і Евросоюзом. По словам прем'єра, в созданні этой магистрали предусмотрено стратегией Кабмина. Я пам'ятаю, в якому вона була стане, ця дорога. Я сам неодноразово 10-15-20 років назад по ній їздив. Мешканець Тернополя до Львова заїжджала за 3,5 години. І зараз до півтори години вже є відповідне сполучення. Тобто ми з'єднали нарешті Львів і Тернопіль між собою прекрасною дорогою. Корь знову наступає. С началом учебного року количество інфіцированних стремительно растет. За останнюю неделю заболіли близько 500 людей. Саме важливі ситуація в Львівській, Закарпатській і Івано-Франківській областях. Подробність в нашому матеріалі. З 1 січня 2018 року у нас було проліковано 840 хворих на кір. З них 330 є дорослі і 537 діти. Хворі є непривитий про широк населення. Ті діти, які не отримали щеплення. Ті ті вже дорослі діти, які колись не отримували. І тому така ситуація спостерігається. Всього з початку року в Прикарпатті корю заболіло почти 3 тисячі людей. Центри лабораторних ісследовань постійно мониторують ситуацію. Говорять, що інфекція почала знову наступати. Тільки за останню неделю – більше полусотні случаїв. Зараз, самі розумієте, почався навчальний сезон. Верніше, навчальний рік. І відповідно, діти між собою спілкуються тісніше. А так як кір є висококандріозно захворені, відповідно, і слід очікувати, ну, ми так, очікуємо все-таки деякого незначного росту захворенності. Невакцинированних дітей не повинні допускати к обученню в школах і дитсадах. В началь сентября такі рекомендації во всі регіони розслали із Мінздрава. В школі номер 7 Івана Франковська о них знають, але все ж учених без прививок. Їх около 10% на заняття допускають. Цю інформацію ми довели до батьків. Того року була дуже проведена велика робота з батьками. Дуже багато батьків привили своїх дітей. Деякі батьки обіцяють, що теж роблять, але дуже всі бояться якоїсь індійської прививки від кору. Чекають якоїсь кращої. Не ісключаю, що поки родители будуть ждати лучшого препарату, закінчиться і той, що є. Від запаси ограничені і предоставляється тільки дітям, кажуть в городському департаменті здравоохранення. А для взрослых вакцини взагалі немає. Зараз ми навіть на гарячій лінії, ми просто маємо частіше звернення дорослих осіб про те, що вони б хотіли щепитися протокору паротиту і краснухи. На жаль, поки що ця вакцина є тільки в дитячих і тільки для дітей. Це повинен з тим, що кількість вакцин протокора в нашій області є обмежена. В цілому, по країні, кількість інфіційних дістігло свыше 30 тисяч. Це приблизительно половина від общого числа заболівших корю в Європі. Всямірна організація здравоохранення вже назвала нашу країну лідерами по заболіваюмісті середі європейських країн. Жан Дучак, Знови Аптанас, подробності діляла Інтер Івано-Франковська область. Политичний кризис в Великобританні обостряється. Прем'єра Терезу Мея обвинюють в неспособності договориться з Євросоюзом по поводу Брекзита. І вполне можливо, що до конца року придеться зазвати досрочні выборы, і країна може бути нового прем'єру. С подробностями Светлана Чернецкая із Лондона. До выхода із ЄС полгода, а країна все ще не смирилась з Брекзитом. Люди продолжають устраивать акції протеста с требованием нового референдума. Надеються, що все ж удастся остатися в Євросоюзі. Среди сторонників нового волеиз'явлений мэр Лондона Саддик Хан і багато його колеги. Причина, по котрій ми требуємо референдума, та, що він об'єдинит 75-80% людей в цій країні. Тому що ми заслужуємо право обсуждати наше будущее, будущее наших дітей і внуків. В высоких кабінетах страстей не менше. Лондону никак не удається договориться з Брюсселем об условіях развода. І вину за це возлагають на прем'єра. Дескать, она не способна выбить приємливі требования для безболезненого разрыва з ЄС. Давайте проводить досрочные выборы, потому что это правительство должно ответить за все, что оно сделало за два года. Не смогли договориться по сделке с ЕС, подвергли риску всю экономику из-за внутреннего раздора. Давайте дадим людям выбор, кто лучше будет представлять их интересы. Призыви к досрочным выборам все громче. Особенно заинтересованы оппозиционеры, партия лейбористов. Они надеются, что из-за неудач правительства в Брюсселе, отправящей консервативной партии, отвернутся многие избиратели. А это очень даже на руку лейбористам. Это правительство не выглядит сильным, и очень вероятно, что нас ждут внеочередные выборы. И знаете, мы к этому готовы. В случае поражения консерваторов именно Джереми Корбин заменит Терезу Мэй на посту премьера. Лейбористы очень надеются на внеочередные выборы и возврат к власти после восьми лет правления консерваторов. Вопрос только, рискнет ли Тереза Мэй созвать досрочное голосование. С одной стороны, выборы ей на руку. Победа показала бы, что люди все еще доверяют премьеру. А с другой стороны, Мэй не может допустить поражения. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности. Британское бюро телеканала Интер. Еще один удар для Лондона. Еврокомиссия требует почти 3 миллиарда неуплаченных налогов. Дело может дойти до Европейского суда. Обвинения касаются таможенных платежей на текстильные товары и обуви с Китая. У Великобритании есть два месяца на то, чтобы погостить долг, который накопился за период с ноября 2011 по октябрь 2017. В Еврокомиссии также заявляют, что Лондон нарушил законодательство ЕС по налогу на добавленную стоимость. Ритмы бытия. Название международной выставки «Женщин-художниц», которая открылась сегодня в Музее истории Киева. 14 украинок и 2 иностранные гости представили здесь свои работы. Это современная живопись, калаш, инсталляция и керамика. Задача вернися же, говорят организаторы, показать женский взгляд на современный мир. Выставка прогнится до 7 октября. Выставка организована Украинской ассоциацией женских исследований искусства, лидером которой я являюсь. И эта выставка имеет одну цель – промотировать женское искусство Украины, которое заслуживает этого промотирования. Помогать женщинам, которые работают в искусстве, выражать себя, иметь доступ к выставочным залам. На этой выставке я представила и свой проект, который называется «Ритмы эпох». Я пытаюсь показать смену эпох со всеми социальными, политическими, жизненными противоречиями, но сквозь очки или сквозь зрение музыки. В Нигерии после нападения пиратов на торговое судно двое украинских моряков застряли на стоянке в районе города Порт-Харкорт. Нападение произошло на выходных. На борту находились 19 членов экипажа, среди них трое украинцев. Судьбу одного из них сейчас выясняют у нигерийских правоохранителей. МИД поручил посольству в Нигерии установить связь с владельцами судна и украинцами, которые остаются на корабле. Крутые кадровые виражи немецкой политики. В Германии снова переназначили на новую должность бывшего шефа контрразведки Маасена. Почему и когда закончится кадровая эпопея, знает Татьяна Лугунова. Ханс Герк Маасен меняет высокие должности, как перчатки. В начале прошлой недели он был шефом немецкой контрразведки. В конце его перевели на должность стать секретарем в Министерстве внутренних дел. И вот новое назначение. Теперь Маасен специальный советник по европейским и международным вопросам МВД. Переназначать Маасена лидерам правящей коалиции пришлось из-за шквала критики. И политики, и общественность не совсем поняли, как можно было перевести проштрафившегося шефа контрразведки на еще более оплачиваемую должность. Лидеры коалиции снова собрались на кризисные переговоры и нашли новый вариант. Ханс Герк Маасен в будущем займет место специального советника в МВД в ранге руководителя отдела. Он будет заниматься европейскими и международными вопросами и получать свой прежний оклад. Новый компромисс, который мы нашли, я считаю правильным и более понятным. Правильным, поскольку у специального советника будет четко обозначенная сфера ответственности, которая никак не влияет на другие рабочие процессы в Министерстве. Понятным, так как это будет не поощрение. Это не политика, а театр абсурда, уже заявила оппозиция. Дескать, лидеры правящих партий так боятся развала коалиции, что принимают решение одно смешнее другого. В недоумении и жители Германии. Знаете, если бы я на работе допустила прокол или ошибку, меня бы сразу уволили. Возможно, такой же метод стоит применять и к людям из правительства. Мне бы хотелось, чтобы господин Маасен ушел сам, получил бы хорошую компенсацию, и никто бы на его счет не спорил. Сам Маасен свое новое назначение пока не комментировал. Возможно, не до конца уверен, что в этот раз оно окончательное. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. В западных областях Украины отмечали праздник Зимненской иконы Божьей Матери. В честь этого события храмы Волынской области посетили священнослужители Искиво-Печерской лавры. Подробности далее в материале. В поселке Зимнее Волынской области ажиотаж. Мест в отелях нет. На дорогах пробки. Люди из разных городов и стран направляются сюда, в Зимненский монастырь, на праздник в честь иконы Божьей Матери. Жители области прошли к монастырю крестным ходом. Откуда идете? С Волынской области. Женский монастырь в Зимнем известен во всем мире. Здешним реликвиям около тысячи лет. Сюда едут, чтобы исцелиться. Чем же прослалась эта святая обитель? Ну, во-первых, она самая-самая древняя. Обитель, которую основал сам великий князь, креститель Руси Владимир. В 2001 году. И подарил образ Пресвятой Богородице, который мы сегодня празднуем. Если матерь наша, физическая, у нее ограниченные возможности дать своим детям то, чтобы она хотела. Но у Божьей Матери нет ограничения. В честь праздника решили провести службу. Специально для этого сюда приехал наместник Киева-Пчерской лавры, митрополит Павел. Здесь всегда многолюдно. У каждой послушницы своя история. У многих женщин, пришедших сюда, есть дети. Паула стала монахиней после смерти мужа более 20 лет назад. Следом за младшей дочерью. Часто сюда приходят и молодые девушки. Каждый желающий посвятить себя Господу дают три месяца на раздумья. Чтобы получить статус монахини, нужно прожить в монастыре три года. Монастырь на меня, ну, тогда еще наложил какой-то такой отпечаток. Какой-то такой, вселил в меня. Ну, какую-то такую любовь до этого места. Может быть, потому что тут много лет совершаются молитвы. Пока длилась служба, храм был переполнен людьми. По словам епископа Киева-Печерской лавры, этот день особенный. Однако благодарить Деву Марию нужно намного чаще. И не только, когда тяжкие часы. Мы всегда должны с вами молиться, всегда должны дякувать Богу. Потому что мы не заслуживаем той милости, которая для нас есть с вами. И Божья Матерь нас всегда объединила. Она всегда собирала навколо себя людей. Божья Матерь привлекает к себе. Единство, говорит митрополит, начинается с самих украинцев. И тысячи людей на Волынских холмах сегодня тому подтверждение. И Юлия Жешко, Максим Чеблин. Подробности телеканал Интер специально из Волынской области. Как провести полтора месяца в открытом море и выжить? Кто прыгает соскал лучше всех? И как полиция Техаса едва не подарила заключенным кокаин? Об этом и не только далее в нашем обзоре. Житель Индонезии дрейфовал в море 49 дней. 19-летний Алдина Вэл Адилан работал в плавучей рыбацкой хижине. Во время шторма ее унесло в открытое море. Юноша питался рыбой, которую ловил. Чтобы не умереть от жажды, он процеживал морскую воду через одежду. Так она становилась менее соленой. Спас молодого человека капитан судна под флагом Панамы. Подобрал его в водах Гуамы. В итальянском городе Палиньяно определили победителей мирового состязания по прыжкам со скалы. Участники прыгали с высоты 30 метров, исполняя при этом акробатические трюки. Среди мужчин кубок выиграл атлет из Великобритании. Среди женщин австралийская спортсменка. В Индии завершился фестиваль Ганеши – бога мудрости и благополучия. Статую бога с головой слона возили по улицам Мумбаи в окружении тысяч паломников. При этом люди обсыпали божество цветной пудрой. В конце фестиваля статую традиционно сбросили в Аравийское море. В индуизме это символизирует цикл рождения и смерти. В Индии непрерывные муссонные дожди привели к масштабным наводнениям. Пострадали высокогорные районы штата Химачал-Прадеш на севере страны. Некоторые территории оказались отрезанными от внешнего мира. Там большая вода подошла вплотную к домам жителей. Власти предупреждают об угрозе схождения оползней. В районы бедствия направили бригады спасателей. По всему штату из водной западни вызволяли десятки местных жителей и туристов. 140 тысяч домов в Чехии были обесточены в результате штормового ветра. Его скорость достигала 90 км в час. Стихия вырывала с корнем деревья, а те обрывали провода. В городе Раковник в 50 км от Праги обрушились сразу 6 высоковольтных вышек. В самой столице с перебоями курсировали трамваи. Кокаин на сумму 18 миллионов долларов обнаружили сотрудники техасской тюрьмы в коробках с бананами для заключенных. В полиции сообщили, что изначально коробки находились в морском порту возле Мексиканского залива. Поскольку груз никто не забирал, его решили передать на доброе дело. При транспортировке полицейские обратили внимание, что одна из коробок тяжелее других, после чего товар вскрыли. Всего нашли 540 пакетов наркотиков. Как выяснилось, пакеты прибыли в США с богам. Больше новостей, как всегда, на нашем сайте. Подробности ЮЭЙ. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова